Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Продолжаем рассматривать тему Сергея Фургала, протестов в Хабаровске и так далее. И вот не так давно выступил с заявлением Жириновский. Он потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу. Меня в данной ситуации даже удивляет не то, что он потребовал это сделать, это действительно нужно было делать. Меня удивляет в данной ситуации то, что Жириновский, он в такое ощущение вообще никак не принимает участие в деле Фургала в каких-то самых острых вопросах. Он пытается высказываться, но эти требования какие-то вялые и не совсем уместные, как мне кажется. Ты если чего-то требуешь, то требуй тогда уже до конца. Не просто где-то там для какого-то издания заяви. Ну у тебя же есть больше возможностей, нежели, скажем так, газете «Комсомольская правда» эту информацию предоставить. Сообщи это в Думе, говори об этом, требуй это постоянно, иди к президенту. Ну вот такие вот требования, как мне кажется, они не совсем уместны и нацелены только на одно, на то, чтобы показать, что мы про Фургала не забыли. Мы тоже вроде как бы что-то делаем, не все возможное делаем, но хотя бы что-то делаем, мы просто про него не забыли. Друзья, не думайте, мы хорошая нормальная партия и своих мы в беде не бросаем. И вот о чем эта информация, друзья. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел, что ухудшившееся состояние здоровья его однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося под следствием, заслуживает перевода в условия стационара. Фрагмент речи приводит телеграм-канал «Политика». «Жителям Хабаровского края не хотите пойти навстречу? Почему суд над Фургалом не провести там? У него обнаружили болезнь с легких. Так окажите медпомощь. Для всех нарушителей есть больницы. Даже Навального вывезли за границу на лечение. Хотя, причем тут Навальный, мне вот непонятно, почему не Навального ставят, скажем так, в один ряд с какими-то нарушителями. Он ведь ничего не нарушил-то по факту. А губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают. Что вы хотите, чтоб он там погиб? Заявил Жириновский. Жириновский напомнил, что даже при монархическом строе в дореволюционной России депутаты пользовались правом посещения любой тюрьмы, тогда как он и его соратники не могут попасть навстречу с Фургалом, начиная с лета. Друзья, я также напомню, что в СИЗО арестанты обнаружили заболевание легких. Несмотря на это, накануне ему продлили арест до марта следующего года. Фургала задержали в июле по делу об организации ликвидации и сразу же вывезли в Москву. Это спровоцировало самые массовые волнения в Хабаровске за последние десятилетия. Спустя 4 месяца местные жители продолжают требовать справедливости в отношении избранного им губернатора. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, появившееся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.